Газовый кризис в Украине закончился так же стремительно, как и возник. То ли украинцам настолько прикрутили потребление, то ли просто потеплело. И хотя кризис закончился, но, как говорится, осадочек все равно остался. Украине пришлось срочно закупать дополнительные объемы газа в Европе. И просто по шальным ценам. В некоторые дни цена была даже выше тысячи долларов. Хотя обычно около двухсот. И если «Нафтогаз» сейчас так потратился, то кто же будет компенсировать эту чрезвычайную разницу? В самой компании говорят, убытки покроет «Газпром». Но после нового суда. То есть еще не скоро. А вот эксперты уже пугают этими непредвиденными расходами «Нафтогаза» могут попытаться обосновать очередное резкое повышение тарифов. Правда это или нет? Попробуем разобраться сегодня. Но сначала давайте напомним, почему этот газовый кризис вообще возник и чем конкретно закончился. 28 февраля. Долгожданное решение одного из самых дорогих коммерческих споров в истории европейского правосудия. Стокгольмский арбитраж взыскал с «Газпрома» 4,5 миллиарда долларов в пользу Украины за недопоставленный газ для транзита. Это уже второе решение суда. Первым арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» 2 миллиарда долларов за неоплаченный газ и снова покупать российское топливо в течение двух лет, как записано в контрактах. Возобновить импорт в «Нафтогазе» планировали 1 марта и даже отправили предоплату, ведь из-за морозов наше хранилище и так работали на пределе. Но в «Газпроме» вентиль прикрутили, предоплату вернули, да еще и заявили – контракты разрывают. В школах и вузах срочно отменяли занятия, а всех украинцев призвали прикрутить отопление. Недостающее топливо Украина в режиме «сегодня на сегодня» закупила в Польше и других странах Восточной Европы. И к этому вторнику удалось восстановить нормальное газоснабжение, а Минэнерго заявили о полном прекращении газового кризиса. Действия «Газпрома» жестко раскритиковали в Европе. Уже после этого в «Газпроме» заявили – транзитные поставки прекращать не будут. Тем временем в Украине судебные исполнители уже начали описывать имущество «Газпрома», чтобы изыскать положенные по суду деньги. Но несмотря на все эти распри на «Автогазу» и «Газпрому», все же придется сотрудничать еще минимум два года до истечения срока действующих газовых контрактов. Соблюдать их обе компании обязал стокгольмский суд.